19 почетных званий достояния Одессы. Номинанты, каждый из которых сделал свой вклад в развитие родного города. Эти люди – современная история, гордость Южной Пальмиры. Торжественную церемонию открыл Борис Бурда вместе со своим сыном Владиславом. Успешный бизнесмен получил почетный знак из рук отца. Преемственность – это вообще главный критерий успеха. То есть можно построить замечательное дело, но если у тебя нет преемника, если ты не смог передать, то ты совершил провал. Я считаю, что у моего отца есть определенный успех. У отца есть два сына. Сыновья продолжают свои успешные дела и свое развитие по жизни. Представителем морского отдела на премии «Достояние Одессы» выступил председатель профсоюза работников морского транспорта Одесского морского порта Владимир Зайков. Сегодня мы действительно портовики. Это градообразующее предприятие. Это большой коллектив. Тот коллектив, который работает на благо нашего города, на благо нашего государства. Памятным знаком отметили представителей каждой основополагающей сферы жизнедеятельности города. Статуэтку «Достояние Одессы» из рук народного депутата Украины Алексея Гончаренко за вклад и развитие медицинской сферы получила директор университетской клиники Одесского национального медицинского университета Татьяна Муратова. Такая высокая оценка одесситами нашего труда только должна мотивировать нас к тому, чтобы мы работали еще лучше, чтобы мы еще быстрее и качественнее развивались в направлении медицинском. И я надеюсь, что для всего коллектива это будет таким приятным бонусом. Одесса своим именем обязана, безусловно, выдающимся, замечательным, гениальным, самым лучшим одесситам. И поэтому мы не должны уставать поздравлять их. Я считаю, это очень хорошая традиция новая, которая появилась в городе. Я желаю этому проекту много-много лет. Я желаю, чтобы все у них получалось, а вот с героями проблем не будет, потому что это Одесса. В праздничную атмосферу мероприятию подарили шоу-балет «Александрит» вокалисты Дарья Садовник, Елена Палашек, а также ансамбль грузинского танца «Сокартвелло». По счетным знаком отметили и директора Одесского Решельевского лицея Валерия Калебошина. Прежде всего, это признание той кропотливой работы всего учительского коллектива. Несмотря на те трудности, которые есть, энтузиасты и люди, преданные своему делу, отдаются до конца, готовят учеников, ищут талантливых детей по крупицам, собирают их вместе. Авторский проект Ирины Каминской «Достояние Одессы» выходит еженедельно по субботам в 20.00 на телеканале «Думская ТВ». Его герои – выдающиеся одесситы, бизнесмены, врачи, работники культуры. Одним словом, все те, кого можно назвать гордостью Одессы. Это люди, на плечах которых, я неустанно повторяю об этом, держатся Одесса. Это люди дела, это врачи, учителя, это моряки. Все те, кем гордится Одесса, я приглашаю их сюда. В завершение официальной части мероприятия – фото на память. Еще раз ваши аплодисменты номинантам «Достояние Одессы-2015» и до новых встреч. И Ирина Анатолия Ирина Каминская, конечно же, автору и двери и воплодителю. Расширенный репортаж со всеми номинантами премии «Достояние Одессы» смотрите в эту субботу. Павел Рипин, Виталий Прус, Вячеслав Лаштаба, Думская ТВ.